Всем здравствуйте! Я расскажу вам сегодня о том, как мы построили самый крупный измерительный инструмент в истории человечества, что мы с ним делали и какие перспективы и надежды на будущее нам это может быть дает. Однако начну я с печальной истории о том, как не повезло радиоастрономам. Я радиоастроном, я и мои коллеги исследуем Вселенную с использованием радиоволн. Это электромагнитное излучение, все, что мы видим, электромагнитное излучение, оптическое излучение, которое мы можем сейчас видеть, собственно, благодаря этому мы видим эту лекцию. Но кроме этого есть радиоволны, естественно, вы про них знаете, они намного больше. Вот радиоволны размером сантиметр, 10 сантиметров, метр. Это с одной стороны. С другой стороны, мы пользуемся то, что вы все знаете, называется телескопом. Мы пользуемся радиотелескопами, вы тоже с ними знакомы. Это примерно то же самое, что спутниковая тарелка, которая висит, возможно, у кого-то из вас на балконе, но только в 100 раз больше и примерно в миллион раз дороже. Так вот, наша способность исследовать мельчайшие детали объектов Вселенной. Она определяется той единственной формулой, которую вы сегодня в течение моего выступления увидите. Давайте напряжемся и посмотрим на нее. Это длина волны наблюдения, длина волны, на которой мы работаем, лямбда в числителе, разделить на диаметр зеркала. Так вот, радиоастрономам безумно не повезло. Хоть мы получили кучу нобелевских фремий, но что касается вот этого параметра, который мы называем угловое разрешение, способность исследовать детали космических объектов, в общем, оптики нас делают, как детей. Но астрономы, они очень хитрые, поэтому достаточно быстро, примерно полвека назад, была придумана идея, которая называется интерферометр. Если мы работаем на одиночном телескопе, то представьте, мы наблюдаем какой-то космический объект, и фактически все, что мы видим, это точка. В случае, если мы используем интерферометр, это пара телескопов, мы можем их разнести на достаточно большое расстояние друг от друга, до размера планеты Земля. И в результате, собственно, благодаря этому мы уже вот эту самую формулу помним. В числителе стоит длина волны, но в знаменателе уже стоит не диаметр зеркала, не диаметр нашего телескопа, а расстояние между телескопами, которое является частью интерферометра. В результате мы, ну вот скажем, мы не поскупились, у нас есть 100-метровое зеркало дорогое, вот у нас, предположим, есть два таких на разных концах Земли. Мы сразу улучшаем нашу способность разглядеть детали, объект, который мы исследуем, где-нибудь так во много тысяч раз, по-моему, в районе 10 тысяч раз лучше. И вот, смотрите, здесь я пытаюсь показать, что вместо того, чтобы видеть точку, благодаря этому интерферометру мы увидели какую-то улыбку на небе. Однако мы все еще не понимаем, кто же нам из космоса улыбается. Астрономы, они не только хитрые, но и жадные. Поэтому мы достаточно часто выходим с предложениями в правительство о том, чтобы потратить на нашу науку еще больше. Естественно, как можно потратить сразу и много? Надо в космос уйти, да? Ну и вот, смотрите, мы можем увеличить расстояние между телескопами, если один из них запустим в космос. Что мы, собственно, и сделали. Мы это сделали, и благодаря этому мы увидели, кто же нам, собственно, из космоса и улыбается. И теперь мы даже с вами знаем, почему. Потому что на этой неделе, наконец-то, мы открыли гравитационные волны, которые Эйнштейн сто лет назад и предсказал. Один из моих одногруппников из университета является автором той самой статьи, которая была на этой неделе опубликована. А это вот спутник, про который я буду дальше рассказывать. Поехали. Сначала Земля. Вот на Земле у нас есть несколько десятков радиотелескопов крупнейших, которые создают из себя вот такую межконтинентальную сеть, большой интерферометр. И если вы думаете, что ученые используют эту сеть только ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство, знаете, не только. Я думаю, что большинство из вас пользуются системами позиционирования GPS GLONASS. Так вот, они не смогли бы выдать необходимую вам точность, если бы мы практически ежедневно не измеряли с помощью этой системы параметры вращения Земли. Потому что если вы думаете, что сутки длятся 24 часа, поверьте, вы ошибаетесь. Каждые сутки немножечко разные. Вот мы это измеряем. Также Земля вращается, вот ее ось прецессирует, двигается по небу, это тоже мы измеряем. И благодаря этому GLONASS и GPS, собственно, дают ту точность, которой сегодня все так хвастаются. Кроме этого, мы можем измерять, как двигаются материки. Если вы когда-нибудь в прессе слышите, что Япония двигается в сторону Австралии, это мы измерили. Ну что ж, а теперь мы запустили телескоп в космос. Да, если интересно, сколько стоило, Роскосмос сказал 5 миллиардов рублей до кризиса. Итак, смотрите, мы запустили телескоп в космос, 10-метровое зеркало на орбиту вокруг Земли, 10 суток обращения, уходим вплоть до примерно 350 тысяч километров каждые 10 дней. И вот эта картиночка, мы хотим этим показать, что мы как бы этим реализовали такой виртуальный телескоп размером 350 тысяч километров. Это тот самый крупный инструмент в истории человечества, который, собственно, мы и построили. Это правда так оно и есть. Его способность различить мельчайшие детали, исследовать космические объекты максимально подробно и четко, можно, скажем так, обсудить. Если мы посмотрим на Луну, чего мы не сделаем, конечно, но если мы посмотрим на Луну, то мы сможем различить на поверхности Луны спичечный коробок. Теперь, собственно, от картинок к фотографиям, чтобы вы мне поверили. Потому что все же считают, что российский космос – сак. Так вот, это не так. Значит, это правда, я там был. Это страшно. Ну, мне не столько лет, сколько моим коллегам. Проект разрабатывался долго, пережил с нашей стороной все эти веселые истории. Надеюсь, многие из вас еще помнят, что через что нам пришлось пройти. Так вот, 30 лет вы разрабатывали ваш аппарат, представляете, потом ставите сверху громадного количества тонн взрывоопасного вещества и поджигаете. Нам повезло. Ракета, между прочим, российско-украинская ракета, отработала великолепно. Мы были разогнаны на нужную нам орбиту. Мы запускались как такой сложенный цветок, 27 лепестков, потому что диаметр нашего зеркала был 10 метров, и под обтекатель ракеты засунуть это невозможно. Итак, мы были сложены как цветочек, и потом, через 5 дней после запуска, вот этот вот цветок был раскрыт. Это громадный успех наших коллег из научно-производственного объединения имени Лавочкина, которые делали те самые советские аппараты, которые летали на Луну, на Венеру, на Марс, это все они. И вот они успешно его раскрыли через 5 суток, и как вы видите, мы признаны, я так подозреваю, большинство из вас знают английский, вот мы где-то признаны, а, видите, официально изумительные. Да, это настоящий сертификат Книги рекордов Гиннеса. Некоторые мои коллеги мне говорили, что знаешь, вот если вам повезет, то потом можно будет одноименный напиток бесплатно получать в РАЛе. Поехали к науке. Это один из космических объектов, который мы изучали. Это квазар. Это активная галактика, которая находится на расстоянии, их много, на расстоянии миллиарды световых лет от Земли. Таким образом, мы в некотором смысле историки, археологи, мы сейчас изучаем то, что произошло примерно миллиард лет назад. Мы считаем, что в центре этой далекой активной галактики находится сверхмассивная, очень тяжелая черная дыра. Она массой миллиарды масс Солнца. Те из вас, кто следили за последними событиями в гравитационной астрономии, может быть, вы помните, наши коллеги считают, что у них слились две черные дыры массами порядка 20 масс Солнца. Так вот у нас миллиарды масс Солнца. Черная дыра в центре подпитывается из диска пыли и газа. Мы называем его аккреционный диск. Пыль и газ падают на центральную черную дыру. И примерно одна десятая из них выбрасывается наружу в виде узких направленных струй очень горячего вещества – плазмы. Как пример, вот картиночки, которые нам удалось получить. Обсужу несколько интересных результатов, которые нам удалось. Значит, смотрите, мы наблюдали больше сотни таких квазаров. И из теоретического понимания, как они работают, наши коллеги-теоретики до запуска нашего проекта в космос предсказали, что по определенным причинам, в которые я не буду вдаваться, квазары должны быть, их ядра не могут быть ярче, чем определенная величина. Так вот оказалось, и это можно было проверить только с помощью нашего проекта, что они в 10-100 раз более яркие, чем предсказывали теоретики. Это означает, что теория неверна. Что наше понимание о том, как работают квазары, как работают их джеты, на самом деле ошибочно. А для экспериментатора, поверьте мне, нет большей радости, чем... Для одной из относительно близких галактик, которую мы исследовали, всего лишь несколько сот миллионов световых лет до нее, нам удалось заглянуть внутрь вот этого самого выброса очень горячего, вот джет мы его называем. Если мы приглядимся, я уберу этот яркий лазер, мы видим, вот здесь мы считаем, находится сверхмассивная черная дыра, и вот сюда выбрасывается вот этот самый пучок очень горячей плазмы. Так вот после того, как мы приглядели, собственно, с помощью нашего проекта мы и смогли исследовать поперечную структуру этого выброса. Оказалось, что по центру дырка. Посмотрите, там черно, там реально черно, вам не кажется. То есть, ну, очень странно как-то, абсолютно неожиданно для нас было. Получается, что как-то вот эти выбросы полые внутри, из какой стати, кто там сидит и как бы не пускает внутрь. Что оказалось, похоже, что эти выбросы в далеких квазарах, они работают как речка. Представьте, вы стоите на берегу реки, вы смотрите на течение, и у берегов течение более медленное, а по центру реки вода движется быстрее. Похоже, то же самое происходит и с ними. А почему же тогда вы спросите, по центру это черно? Ага, а это потому, что теория относительности Эйнштейна работает. Оказывается, что если двигаетесь быстрее, быстрее и еще быстрее, вот так вот я сейчас бегу со скоростью света, да, примерно со скоростью света, то чем я быстрее бегу, тем уже лучик света, который я излучаю, оказывается, что он не излучает во все стороны. А вот этот вот узкий лучик, оказывается, гад такой, он промахивается мимо Земли. Вы понимаете, вот этот лучик света по центру, он бьет мимо Земли, а то, что края, они двигаются медленно, и, собственно, мы их на Земле и видим. Из-за этого есть очень неприятные, на самом деле, эффекты. Опять же, теоретики нас проклинают, а мы, как всегда, в шоколаде. Так, значит, теперь расскажу вам про нашу мечту. Черные дыры, да? Хочется их увидеть. Все про них говорят. Про них знают даже дети. Смотрите, лидер на слишком много. И вот мы считаем, что в начале далеких галактик находятся эти самые черные дыры. Однако она черная, увидеть-то ее невозможно. Поэтому охота за черными дырами – это реально охота за тенью черной дыры. Мы хотим и мы пытаемся увидеть тень от черной дыры. Она черная, вот она в центре. И вот, опять же, наши коллеги-теоретики, мы уже с вами знаем, как им можно доверять, конечно. Они рисуют такие картиночки и говорят, что когда мы пытаемся увидеть черную дыру или ее тень, мы должны ожидать что-то типа такого несимметричного бублика. В нашем проекте мы провели несколько экспериментов. У нас есть технические возможности по обнаружению тени от черной дыры в центре нашей галактики, а также в близких к нам галактиках. Мы не увидели. Пока, по крайней мере. Мы стали думать, а в чем же дело? Почему? Ну, вроде бы все было хорошо. Похоже, что проблема связана с тем, что самое интересное, все, что там в центре, оно окружено плотной пылью, газом. И в результате то излучение, которое выходит из центра галактик, а также из центра нашей галактики, оно не может пройти через эти плотные слои или рассеивается ими. И мы в результате видим центр далекой галактики, ну, вот как вы видите, скажем, фонарь в тумане. Мы стали думать, а что же делать дальше? И есть идея. Но прежде чем я о ней расскажу, я хочу еще немножечко вас заинтриговать, собственно, почему это так интересно. Ну, кроме того, что прямое обнаружение черной дыры – это Нобелевская премия, а это, кстати, помогает получать грантовое финансирование. Опять же, наши коллеги-теоретики, причем некоторые из них, можно назвать, от сами идеи черной дыры, высказывают предположение, что в центре далекий галактик, а может быть даже и в центре нашей галактики, может быть не черная дыра, а кротовая нора. Я думаю, что вы слышали про кротовые норы, потому что телевизор весь безумен про это дело. Так вот, это правда, что существует теория, которая показывает, что кротовые норы, не противореча законам физики, могут существовать. Кротовые норы – это объекты, войдя в которые, вместо вашей печальной участи в черной дыре, вы можете выйти в другом пространстве времени. А именно, вы можете выйти в другой точке нашей всей, вселенной, фактически победив ограничение на скорость света, на перемещение. Вы можете выйти в другом времени, скакнув и в прошлое, и в будущее. А также, если существует больше, чем одна вселенная, если вселенных существует много, а те из вас, которые видели люди в черном, в общем, должны знать, что их, наверное, много, возможно, действительно, выйти и в другую вселенную. И мои коллеги в организации, в институте, которым я работаю, мне просто рассказывали, как должны различаться характеристики этих кротовых нор, для того, чтобы все это можно было реализовать. Так вот, возможно, возможно. Боюсь, немножечко не на нашем с вами периоде жизни, но надо быть оптимистом. Нет, ну, конечно, на нашем. Благодаря биологам, естественно. Нам удастся сначала увидеть черные дыры, а может быть, среди них найти и кротовые норы. Как это сделать? А вот как. Я же говорил, что мы, в общем, безграничны в генерации идей, как потратить деньги налогоплательщиков в мирных целях. И вот новая идея, с которой мы вышли, это проект, который мы называем «Миллиметрон». Это запуск в космос телескопа, который сможет работать на более коротких длинных волн, на миллиметрах и, может быть, даже субмиллиметрах. Мы охладим зеркало до температуры около минус 270 градусов Цельсия, или несколько градусов Кельвина. Вы видите здесь экраны, которые будут защищать нас от Солнца, который, естественно, пытается нас нагреть. Так вот, почему мы думаем, что это нам поможет? Потому что на коротких волнах проблемы с рассеянием и проблемы с экранированием излучения уже нет. Вот те самые плотные облака, они, к счастью, на этих коротких длинных волнах, они становятся прозрачными. Этот проект является частью федеральной космической программы нашей страны. И, может быть, на нашей с вами памяти вы действительно как-нибудь, на нашем с вами времени жизни, может быть, вам действительно удастся как-нибудь увидеть меня или моих коллег по телевизору, сообщающих, что мы увидели тень от черной дыры. Спасибо. Спасибо.